Джеймс, если эти страшилки исчезли, как вы говорите, с которыми жили мы много десятилетий, то что дальше? Насколько Запад, западные страны, Америка, Европа, ну об Америке в первую очередь говорим, будут последовательны и дальше в своей поддержке? Это очень важный момент, потому что война еще не закончена. И очевидно, что сейчас мы слышим даже от американских представителей, от Пентагона о том, что Россия готовится к наступлению. Это, конечно, важный вопрос и то, что волнует многим. Здесь, мне кажется, что больше шума, чем свет. Конечно, есть те, которые говорят, что особенно в Америке, что мы все неправильно делаем, что мы должны только жить между Атлантическим и Тихим океаном, но это нереально. И даже внутри, когда мы смотрим, это как такой популизм, да, как, скажем, народный популизм. Тридцать лет назад, вот это явление, что мы, Америка, не должна иметь отношения в Европе и за пределами наших границ, это более такое романтическое лево, как верило в этом. Сейчас вот это более такие, как новая группа, новое право. Но они все равно больше шума делают, чем настоящие движения. И даже здесь, в моем округе, где я живу, у нас снова есть конгрессмен. Намного раньше был конгрессмен очень шумный, очень такой популистический. Стал у нас нормальный, тихий, толковый джентльмен, который знает, как работать в законодательном власти. Знает, как работать в комитете, знает, как делать законы. Я думаю, что вот этот, на самом деле, как много слышал о кулминации, такие, как эта операция, мне кажется, что такая тенденция правая, как изолация в Америке, это уже идет кулминации. Что это не такая опасность, как показывается. То, что более насраживает меня, это после войны. Потому что там Америка, Европа, вообще демократические страны, мы любим, когда есть уже мир, сказать, что все закончено, поехали домой. И здесь, по-моему, это как раз все больше и больше внимания на эти моменты. А что дальше? Что после войны? Это, конечно, нельзя сказать, что... Нельзя сказать, что как все закончено, как просто Украина победила и все. Нет, это очень много надо делать. Но пора уже думать о том, что после. И как делать так, чтобы Украина и ее союзники выигрывают тот мир, который будет после войны. Так как мы старались выигрывать мир после холодной войны, как так мы старались выигрывать мир после Второй мировой войны. Вот это очень важный момент сейчас.